Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня, знаете, что мы с вами будем делать? Мы с вами будем делать, точнее я буду делать, а вы будете смотреть и так не делать, неправильный макияж. В чем смысл данного видео? Наверняка вы все видели видосы из серии ошибки в макияже, распространенные ошибки в макияже. В общем, эти видео, они очень интересные, очень залипательные, мне правда нравится их смотреть, мне нравится их снимать, я бы даже сняла вторую часть. Но, задумывались ли вы о том, что во время просмотра этого видео она показывает какую-то фигню? Ну, в том плане, серьезно, кто вообще красится оранжевым финальным кремом? Или кто наслаивает 100-500 тысяч миллиардов слоев туши себе на ресницы? Я зачастую вижу то, что эти видео, они очень гипертрофированные, и это, конечно, прикольно, но кто же в реальной жизни с таким макияжем ходит? Я, в общем, решила посмотреть в этом ролике, как будет выглядеть макияж, созданный только по распространенным ошибкам, о которых так любят говорить блогеры. Давайте все это посмотрим, и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Ты, включайте себе уведомления о публикации, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах, да, меня, кстати, Лиса зовут. Первая ошибка была подбросить тональный крем в стеклянной форме, потому что, если бы он раздался, было бы плохо. Первая ошибка – это тональный крем. Очень любят блогеры рассказывать о том, что тон, который подбирается неправильно, портит просто катастрофически весь макияж. И очень часто нам показывают достаточно темный оттенок тона, который люди себе приобретают. То есть, давайте начнем с тональника, который, очевидно, не подходит мне по цвету. Для полноты картины, естественно, растушевывать я его тоже буду пальцем, потому что об этом я тоже видела неоднократно в видосике. Конечно же, мы с вами полностью и целиком забываем про то, что у нас существуют уши, про то, что существует шея. Чудно. Темный тональник нанесен. Ну, как темный, достаточно такой оранжевый, который, очевидно, отличается от моей шеи и от моих ушей, который, понятным причинам, не покрытый тоном. Кстати говоря, хотела у вас спросить, потому что я не знаю, как вы, а я, например, именно летом, почему-то вечерами, очень сильно люблю залипать на ютубе. И недавно, когда я залипала на ютубе, а вы сами знаете, что смотреть особо нечего, я нашла один канал, который называется «Теперь я босс». И, если честно, я подсела на этот канал, и теперь у меня все рекомендации забиты этим каналом, потому что он оказался безумно совершенно интересным. Дело в том, что на этом канале владельцы бизнес-империи, огромных брендов, таких как, например, Тануки или Натура Сиберика, в общем, самые крупные русские бренды, меняются с людьми, которые только-только начинают вести свой бизнес или просто по какой-то причине этот бизнес еще сильно не развили. У них, кстати, есть выпуск про косметику, который относительно недавно вышел. Как вот вы вообще себе представляете человека, который владелец крупного косметического бренда? Когда я открыла это видео, потому что, если честно, я не знала, как выглядит владелец Натура Сиберики, я малость ошалела. Нет, не малость. Потому что это, так сказать, максимально экстравагантный человек, у которого нашли лягушка. Каждый продукт проходит мое одобрение. Изначально я представляю образ человека, немного даже хипстерской наружности, хипстерского мировоззрения. И что самое странное, именно этому образу, который мы себе представили, и я себе представила, соответствует как раз-таки владелице малого бизнеса. Человек, который идеально вписывается в картину мира такого бренда, очень сильно много странных решений совершает. Если вы это посмотрите, а вы обязательно посмотрите, потому что я реально отвечаю, это очень интересная история. Ссылку на этот канал в описании. Обязательно досмотрите это видео, посмотрите на их канал, обязательно подпишитесь, потому что там очень много всего нового и интересного. Шаг номер два. Это использование консилера. У меня будет консилер, который прекрасный, но наносить я его буду отвратительно. И вот так вот. Как мы знаем, так наносить консилер совершенно неправильно. Но тем не менее, из-за того, что раньше все втирали то, что именно так его нужно наносить, многие до сих пор вот так и наносят. И блогеры, естественно, показывают нам именно такой вариант. Растушевываем его, конечно же, пальцами. И только по нижней границе века. Вот, то есть вот в этом вот мешке. Как вы видите, также консилер я подобрала достаточно темный. То есть он не светлее моего тона, а возможно будет даже чуть более темным. Что неправильно, потому что консилер нужно подбирать более светлого оттенка. Кстати, так консилер я и сама наносила, пока не стала бьюти-блогеркой с годным таким контентом, понимаете ли, да? Консилер как бы нанесен, но как бы нет. И все из-за того, что мы наносили его таким образом. Дальше будут дальнейшие действия, а именно палетка для контурирования. Ну, здесь есть сразу две ошибки, которые очень часто нам показывают. Первая ошибка, это используя слишком теплого контурирования средства. Вторая ошибка, само нанесение. И третья ошибка, то что мы наносим это сразу непосредственно на тональный крем, но никак не на припудренное лицо. Поэтому все эти три ошибки сейчас я и воплощу на своем лице. Кстати, если вдруг так выйдет, что кому-то это видео станет полезным, и вы узнаете для себя что-то новое, я буду только рада. Особенно, если вы поставите мне за это лайк. Но если вы ничего полезного не узнаете, все равно поставьте лайк, ну или дизлайк. Я не знаю, вам решать все-таки это ваше право выбора. Свобода выбора. Свобода лайков. Так, ну, конечно же, здесь сразу идут скулы. Вот так подчеркивать скулы не надо. В современном мире, в 2К19, понимаете ли, так их не делают. Но показать о том, что кто-то так делает, мы-то обязаны. Одно время было распространено мнение, что нужно наносить скульптор именно вот сюда вот. То есть, если проложить пальчик и почувствовать ваш зюк, точнее провал вот между зубами и какой-то, я не знаю, штукой. Ну, в общем, я думаю, надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Но если не поняли, я не знаю, как вам еще объяснить, потому что сама не понимаю, как это сделать. И, в общем, то, что нужно, это прямо тягивает вниз. Но, на самом деле, это совершенно неверно, потому что этот подход свойственен для мужского скульптурирования лица. И с бобенками он делает нечто невообразимо вот такое. Может быть, это, конечно, прекрасно, но для того, чтобы оценить всю эту прекрасность, нужно иметь достаточно тонкий вкус. Вот то, что я сейчас сделала, вы видели вообще женщины, хотя мы еще не продолжили, да, девушек, девочек, бабулек, дедулек, ну, в общем, всех подряд. Кто бы так делал со своим лицом нечто? И, честно, я даже таких людей не видела, я не понимаю, почему все говорят о том, что якобы это самые распространенные ошибки в макияже. Ладно, поедем дальше, гоу. Конечно, уже следующим шагом, полным великолепия, будут брови, не подходящего нам цвета. Как правило, с бровями очень легко налажать, потому что мы зачастую покупаем карандаши для бровей более темного цвета, чем нам нужно. И особенно эта проблема, конечно, актуальна для блондинок. Я думаю, вы это сами прекрасно понимаете. В темных бровях, потому что у меня, например, свои сами себе темные, нет ничего плохого. Но, если мы эти темные брови еще и более темным карандашом подчеркиваем, получается какая-то жесть. По крайней мере, именно об этом нам толкуют блогеры. Ну и, естественно, построение самой формы, а-ля домик, или я даже не знаю, как это называется. Как-то вот так обычно нам все это показывают. Такие брови разъяренной птицы синицы. И еще, конечно же, сильно уширяя форму. Для правдоподобности растушевываем. Начало брови, безусловно, не должно быть растушеванным, судя по ошибкам. Поэтому оставляем его достаточно таким. Еще и можно тут волоски подрисовать, чтобы уж четко все было, а то подрастушевало, знаете ли. Все лишнее удалим пальцем. Потому что в неправильном макияже брови недооформляются консилером. Так, ну, в общем-то, неплохо. Прям как... Next. Тени, тени, тенчики. Здесь ошибок очень много, поэтому поговорим уж о самых распространенных ошибках, о которых нам вещают блогеры. Значит, смотрите. С самого начала мы возьмем, естественно, только одну кисть. И именно одной кистью мы будем делать все манипуляции с нашими веками. Это первое. Второе. Начнем мы, естественно, с самого светлого цвета, желательно с шиммером. То есть, вот с такого вот. И прям вот этой вот кисточкой мягкой, просто потому что другими мы не знаем, как пользоваться. Это, если что, не сарказмом. Это то, как блогеры вам рассказывают, а не в камне ваш огород есть. Че. Наносим, короче, на подвижное веко. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Просто тупо на середину века. Черт, у меня тут наклейки с проверки лайфхаков на век. Надеюсь, это не будет вас смущать. Просто забыла их снять, но я сейчас сниму, тут катастрофа будет. Так, окей. И после того, как мы наносим светлое, мы наносим темное. И темное нужно наносить непременно с шиммером, потому что если без шиммера, то это уже как-то неканонично получается. Ой, зачем я стряхнула? Не надо стряхивать. Так, поехали. И просто вот такую вот какую-то мазню формы полукруга организовываем на веки. Все, естественно, с шиммером и с оттенками, которые между собой, может быть, сочетаются, но не очень. Также почему-то в моде рассказывают про то, что люди делают кушачий глаз. Поэтому я опять беру эти шиммерные тени и наношу их сейчас вот так вот. А-ля я делаю себе хищный взгляд. Такое эдакое хышно-сучкое. И сучка назначит сучок, на котором сидит птица. Так, сделали хищно-сучок. Второй хищно-сучок. Так и хочется посадить сюда дрозда. Опять макияж на какой-то мой подростковый похож получается. Конечно же, у нас здесь остается грязь, но мы ничего не знаем, что с ней делать, поэтому пальчиком ее подтираем. Потому что как еще, если не пальцем про переходные оттенки, в данном случае никто не знает, не упоминает. Так, ну, нижнее веко, конечно же, по классике в таких туториалах, оно подводится просто тупо черным, поэтому вот тупо черный подведем. Прям вот по ресничной границе. Без растушевки, без всего. Просто тупо черная. Видимо, чтобы показать, что мы все-таки женщины, которые не хуже, чем Клеопатра. Такие же обворожительные, как Нефертити. О! Просто египетская царица. Нет, они делают вот так. Но это не точно. Ну, конечно же, какой же неправильный макияж без стрелки. Поэтому тут даже лажать не буду, потому что вы знаете, что у меня со стрелками не самое лучшее взаимоотношение, поэтому я просто нарисую так, как смогу, и это будет ошибочным явлением. Ну, ладно, шучу, конечно, нет. Сейчас покажу, как не надо рисовать стрелку, судя по таким видосам. Не надо просто брать ее, прикладывать сюда и вот такую вот маленькую пищульку рисовать. Вот так. Оля, неправильная стрелка. И стрелка, конечно же, у нас идет с самого начала до самого конца. Ну, как-то так. Вот она, маленькая, хиленькая, хлюпенькая стрелочка. Какие могут быть проблемы с тушью? Да, на самом деле, проблемы могут быть сильные. Это, например, ее использование так, чтобы у нас в конечном итоге получились какие-то даже непоучные лапки, а просто непонятные лапки туши. Кстати, мне реально вот интересно. Вот вы меня сейчас смотрите, да, вот в этом пародийном достаточно видео. А вы хоть одну ошибку из тех, что я сейчас вам показываю, которые являются типа распространенными, вообще совершайте? Мне вот реально просто интересно. И хотите ли вы, чтобы я сняла видео из серии тоже там ошибки в макияже и как я думаю, что нужно их устранять? Конечно же, нижняя века не красится никогда, потому что нижние ресницы покрашиванию не подлежат. Теперь пудра, и она непременно наносится на все лицо густым слоем. Она никак не фиксирует макияж, она просто наносится для того, чтобы она была. Куда же без румяшечек, которые локально наносятся только на яблочки щек и только на них? И не для того, чтобы создать кавайный образ, а просто потому, что так нам говорят. И последним шагом берется помада. Помада, безусловно, должна быть ярким цветом, хотя, если честно, я реально на улице очень редко встречаю людей, которые бы использовали яркую помаду. В основном все не упользуют, но почему-то в подобных видео все про яркую помаду говорят, и я скажу. И которая наносится, естественно, без какого-либо карандаша, которая, конечно же, никак не корректируется, которая просто наносится как-то, ну, видимо, вот так и вот так. А, ну, это типа я за контур просто вышла, поэтому так получается. И так как я не поправляю ее консилером, я просто дорисовываю, потому что могу. Она целиком и полностью, даже вот в этой вот штуке. Как-то так. Рукой можно подтереть. Вот он, макияж, полный восхитительного очарования и великолепия. Макияж только при помощи ошибок, о которых говорят бьюти-блогеры. Что скажете, как вам мой макияж? Насколько вы его оцените в шкале великолепия от одного великолепия до десяти великолепий? Мне кажется, он совершенно чудесный, с ним можно ходить, гулять и все такое прочее. А главное, что именно таких людей каждый день я встречаю на улице. Но на самом деле нет, тут конечно же был сарказм, я на всякий случай об этом напоминаю. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Возможно, вы даже узнали что-то новое или хотя бы просто приятно провели время. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. До новых встреч!